Серьезные обвинения звучат в эти дни в адрес главного волшебника страны. Выгнать с утренника. Такой приговор вынесли Деду Морозу сразу в нескольких городах. Дедушка, что же делать? Хотят запретить. Ну что я могу сказать? Дурные, дурные вести пришли к нам, друзья мои. Появились люди, которые говорят о том, что Дедушка Мороз плохо влияет на психику детей, пугает их. Да, видимо, когда-то в детстве я испугал этих маленьких детишек. Когда они еще были совсем маленькими. Сейчас они выросли чиновниками и вспоминают это. А скорее всего, просто я к ним не приходил, потому что они плохо себя вели. Претензии к Деду Морозу объясняют поборами с родителей и якобы советами психологов. Большой бородатый с красным носом и громкоголосый может напугать ребенка. Лишить малыша волшебством проблема гораздо серьезнее. Такого мнения рязанские специалисты. Дед Мороз – это российский архетип, не только российский. Тем более, которым никогда никого, в отличие от каких-то скандинавских стран, никого никогда не пугали. Это что-то очень положительное, это что-то очень хорошее, что исполнит какие-то желания. И люди ждут, даже взрослые ждут. Я поэтому считаю, что лишать ребенка нормального, хорошего Деда Мороза, здорового, позитивного и трезвого, я думаю, совершенно никакой необходимости в этом нет. От Деда Мороза отказались в прошлом году на Украине. Там его и вовсе признали московским агентом. Но то политические причины от дома Дед Мороз себя персоной Нонграда чувствовать не хочет. В прошлом году на Украине у наших соседей решили отменить Дедушку Мороза во многих областях. Что произошло? Вместо Деда Мороза стал появляться Санта-Клаус. Что происходит у нас в магазинах? Посмотрите, новогодняя атрибутика. Всякие носочки, чулочки, валенки. Это же атрибутика Санта-Клауса. Костюмы в основном тоже висят детские. Санта-Клауса. И так уже происходит замена нашего родного русского на иностранные. В городах, где уже запретили Деда Мороза, предлагают альтернативу. В детских садах на утренниках быть волшебником самим воспитателем. Но не учитывая, что такой маскарад может нанести травму ребенку. При этом должен иметь при себе паспорт, медицинскую книгу и справку об отсутствии судимостей. Вопрос уже гражданской позиции, ответственности. Если Дед Мороз знает, что он болеет, этот Дед Мороз не должен выходить на работу. Тем более, заражать детишек. Если он чувствует температуру, что он простудился, это уже не Дед Мороз, это Дед Огонь. То есть, ему не надо никуда идти. Между тем, оставить место Деду Морозу лишь на страницах книжек, как предлагают некоторые чиновники, может обернуться настоящей угрозой всей русской культуре. Если дети не будут верить в Деда Мороза, вырастут вот эти дети, которые будут воспитаны на западной культуре, следующее, что они сделают, они могут стать такими же чиновниками и запретить сказки, уже русские народные сказки. Они не думают, эти люди, которые придумывают вот такие законы, что они разрушают нашу русскую культуру. Для детей, возможно, это и есть. Самое главное, чтобы Дед Мороз был настоящим. Ведь неофициальные чеки, ни медкнижки не гарантируют того, что именно этот волшебник сможет подарить детям настоящий праздник. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».